С нами на прямой связи Марина Владимировна Виза, заместитель министра социального развития Пермского окрая. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Также с нами на связи Дмитрий Порохин, руководитель Пермского фонда развития предпринимательства и центра «Мой бизнес». Дмитрий, приветствую вас. Приветствую, здравствуйте. Ну, собственно, коллеги, наша тема «Приками» может получить уже в ближайшее время порядка 700 миллионов рублей на пособие по безработице. Предлагаю в целом судить этот вопрос. Марина Владимировна, вам первый. На ваш взгляд, вообще, как в целом обстоит ситуация с этим вопросом? Сколько насчитывается безработных в «Приками» сегодня? Коллеги, мы, безусловно, в ежедневном режиме ведем постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, которая складывается в нашем регионе. Вопрос находится на личном контроле главы региона, поэтому мы в оперативном режиме всегда докладываем ситуацию, которая нам характерна. Значит, по сентябрю мы можем отметить, что численность людей, которые обратились в службу занятостей и продолжают ожидать предложения работы, существенно снижается у нас. Мы трудоустраиваем большее количество людей, которые к нам обращаются. Сегодня почти 50 тысяч человек продолжают в службе занятости находиться как ищущие работу. С начала года к нам обратилось чуть больше 120 тысяч человек. Официальный статус безработных получили почти 89. Значит, с учетом того, что проведена работа по трудоустройству, по профессиональному образованию граждан, сейчас мы работаем с численностью почти 52 тысячи человек. Хотелось бы остановиться на суммах, которые вы назвали, 700 миллионов. Это действительно был примерно ежемесячный объем средств, которые мы предоставляли на пособие по безработице. В целом на пособие по безработице гражданам мы выплатили почти 2 миллиарда рублей. Это федеральный бюджет. Те суммы, о которых вы сказали, это ожидаемые текущие расходы, которые мы получили из федерального бюджета. И они, в принципе, направляются действительно на выплату пособий. Но наша основная задача сегодня все-таки это помочь человеку найти работу. Что мы для этого делаем? Ключевое, чтобы у человека был большой выбор предложений. Мы сегодня сориентированы на то, чтобы наш банк вакансий регионально содержал как можно больше предложений. Чтобы эти предложения соответствовали разным запросам граждан. Потому что мы сегодня, видите, мы проводили сравнительный анализ состава и характеристик граждан, которые обращаются в разные службы по предложению вакансий. Понятно, что есть люди, которые имеют высокие квалификации, есть люди, которые длительно не работали, а у нас в период пандемии выявилось как можно больше. И поэтому наша задача предложить очень широкий спектр вакансий в региональном разрезе. Что мы для этого делаем? У нас идет постоянное взаимодействие со всеми работодателями Пермского края по обязанности предоставлять свободные вакансии в наш интернет-ресурс портала работы в России. У нас сегодня там почти 22 тысячи вакансий. Значит, в июне их было почти 17 тысяч. То есть мы приросли текущими вакансиями в нашей региональной информационной системе. Очень важное для нас было событие. Мы заключили соглашение с крупной международной компанией HeadHunter. На их ресурсе содержится более 11 тысяч вакансий. Сейчас эти вакансии доступны жителям Пермского края. Мы интегрировали функцию поиска вакансий с компанией HeadHunter на сайт службы занятости населения Пермского края. То есть сегодня граждане могут посмотреть доступные вакансии для трудоустройства на портале работы в России и использовать поисковик вакансий компании HeadHunter через сайт центра занятости. И в этом направлении мы будем продолжать, конечно же, свою работу. Вообще наша задача интегрироваться со всеми крупными платформами, которые так или иначе сегодня представляют банк вакансий в регионе. И открыты к диалогу, и коллеги, которые будут смотреть наши эфиры, если вы заинтересованы в том, чтобы наши с вами вакансии были объединены, доступны жителям Пермского края, готовы к общению, выходите на нас, мы будем обсуждать формат нашей совместной работы. Поэтому работа по наполнению банка вакансий для нас сегодня ключевая. Мы стараемся, чтобы все вакансии были актуальными, чтобы они не содержали какой-то неполной информации, чтобы вакансия появилась на портале. У нас специально выделена группа специалистов службы занятости. Они отрабатывают, так называется, модерация происходит вакансий. Они отрабатывают с работодателем максимальное заполнение всех доступных полей, чтобы человек имел полную информацию о том, что мы можем сегодня ему предложить. Вот это основное направление. В связи с этим вопрос Дмитрию. Полагаю, в рамках центра «Мой бизнес» тоже есть ли какие-то цифры? Может быть, сколько удалось сохранить рабочих мест благодаря мерам поддержки, которые частично уже были озвучены Мариной Владимировной? Да, конечно, есть цифры. Напомню, что в рамках поддержки бизнеса был разработан специальный антикризисный финансовый продукт. Всего по 3%, 3 миллиона предпринимателей могли взять на 3 года. Услугой воспользовалось большое количество предпринимателей. Мы выдали порядка 448 миллионов рублей займов. Это позволило сохранить 2977 рабочих мест и создать 273 новых рабочих мест. Помимо этого, в рамках деятельности центра «Мой бизнес» существует корпорация, которая помогает взять большие кредиты, поручаясь за предпринимателей. В этом году мы набили все рекорды. На сегодняшний день выдано свыше уже 900 миллионов поручительств, что позволило взять предпринимателям кредиты в размере 2,2 миллиарда рублей. То есть таких показателей не было никогда. Мы рады, что можем помогать и поддерживать предпринимателей. Это позволило сохранить 2677 рабочих мест и создать 183 новых. Естественно, центры «Мой бизнес» — это также и обучение, и консультация экспертов. За 9 месяцев через специалистов центра «Мой бизнес», через образовательные программы, их посетили свыше 30 тысяч людей. Из них 23 тысячи — это субъекты малого и среднего предпринимательства, и порядка 7 тысячи — это физические лица, которые заинтересованы в начале своего дела. Совместно с Министерством социального развития в начале года нами был разработан продукт «Начни свое дело», в раках которого люди, которые стоят на учете в центре занятости, проходили образовательный курс, который на выходе позволял им сделать проект. Проект защищался конкурсной комиссией. С этим проектом они шли в центре занятости и получали субсидии. Уже поучаствовало в этом проекте 588 физических лиц. Порядка 270 дошли до завершения, создали эти проекты. Подано свыше 190 заявок в центре занятости. Сейчас мы дособираем данные, но порядка 100-150 заявок уже одобрено, и они получили субсидию. Правильно называют, да, Марина Владимировна, субсидия, да? В размере 107 тысяч рублей на открытие своего дела. Это очень хорошая финансовая помощь. Мы уверены, что эта практика будет продолжаться и на следующий период. Помимо этого, также хочу отметить ряд программ, которые помогают людям не только начать свое дело, но и повысить квалификацию. Целая серия, которая длится на протяжении всего года, начиная от пожарно-охранного минимума, заканчивая повышением квалификации в маркетинге, в 1С, в госзакупках, франчайзинге. Центр ремонт бизнеса – это некий информационный хаб, куда можно обратиться и получить достоверную информацию здесь и сейчас. Поэтому всех предлагаю, в случае, если у вас возникают какие-то вопросы, горячая линия открыта всегда. Да, коллеги, к сожалению, время подходит к концу. Предлагаю последний вопрос каждому из вас. Наверное, планы год 2020 заканчиваются. Какие запланированы перспективы на 2021 год? Марина Владимировна, вам, собственно, первый вопрос. Да, коллеги, очень хороший вопрос, потому что мы действительно уже сегодня понимаем траекторию движения 2021 года. Что мы видим? Что нам надо расширять банк вакансий. Ключевое – мы будем двигаться в направлении очень локальных, точечных проектов по обучению граждан, обучению, переподготовке, повышению квалификации. Сегодня у нас для этого есть все возможности. У нас есть и финансовый ресурс для организации обучения и переобучения граждан под те востребованные места работы, которые есть. И мы, безусловно, продолжим финансовую поддержку и граждан, которые начинают работать, и организации, которые помогают трудоустройству безработных граждан. Да, Дмитрий, какие планы у моего бизнеса, у центра «Мой бизнес» в 2021 году? Расскажу о ближайших. Уже в понедельник стартует две большие истории, связанные с самозанятыми. Во-первых, они смогут получать займы. Микрофинансовая организация подготовила для них специальный продукт. От 50 тысяч до миллиона рублей предлагаем воспользоваться этой мерой. Поддержки обратитесь уже в понедельник. Микрофинансовая организация вам расскажет о всех условиях. Также корпорация в рамках поддержки выдачи займов, также в рамках до 2,4 миллионов рублей, готовы поддержать предпринимателей в получении больших длинных кредитов. Коллеги, вам спасибо огромное. Прямо сейчас в студии «Рабокоперь» мы обсуждали с Мариной Визе, заместителем министра социального развития Пермского края, Дмитрием Порохиным, руководителем центра «Мой бизнес». Вопросы решения проблем безработицы и решения планов на 2021 год. Коллеги, спасибо вам огромное за беседу. До встречи.